итак друзья всем привет всем доброе утро я Любомир Борода ждем Диму Диму из Одессы сейчас он подключится и мы начнем наш совместный с ним прямой эфир так вот уже смотрю два человека присоединилась где же ты Дима 9 утра конечно время такое не для всех оно такое что сразу можно подключиться и нормально блин раздупленно посмотреть уже эфирчик вот а для кого-то как и например я уже четыре часа вот Дима так смотрим о здрасьте о привет как мы тут все книжки все поставим сейчас я чуть подальше тогда отодвину а то я прям такой очень близкий получился ты близкий получился да вроде все хорошо привет здорово привет класс что я лыжи какой-то слушаю ага ты только проснулся как добрался как я могу вернуться только когда я кушаю там все дела там вот это вот все там у меня там этот рис вот этот как он там не шлифованный там ну вот короче то что надо как бы знаешь не 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 доброе утро доброе утро доброе утро ну а я уже говорю 15 человек 17 человеком которые тоже присоединились здрасте всем большой привет да всем привет ты выглядишь вообще такое впечатление что тебя в этой барокамере держат в этой вместе с Майклом Джексоном вообще красавчик именно хопа именно да я уже что-то весь это на суете а? весь чай выпил ну я утром уже пил я пил только воду только утром так привет здрасьте дорогие друзья привет привет тебе дорогой как у вас там погода как природа как вообще что там у нас хорошо мы думали что будет как у вас то что будет заносить и все дела но вечером шел снег думали что все вот а он вечером шел шел перестал ночью немножко подмерзло и сейчас красавица зима прям вот в подтверждение но у нас сегодня настоящая зима прям вот мороз и солнце день чудесный давай там давай поехали давай короче все вот эти вот дела да красота очень рад тебя видеть здрасте всем ребятам привет огромные а сразу первый вопрос короче первый вопрос что ты пьешь там мне задавали типа у меня нос уже такой красный это от мороза что ли ну наверное зима же на улице что ты пьешь диму я просто я воспользуюсь просто служебным положением и на правах рекламы короче пам 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 замечательно вот третий день я зимой и блин я пока не могу его куда-то в сторону отложить потому что я хочу напиться вдоволь ну тебе нравится да очень нравится вот это прям мой формат класс ты такой пьешь кайфуешь а состояние еще получаешь такое как будто шена попил блин да да уже это первый 100 граммовый шу который сделали мы во первых первый 100 граммовый шу во первых первый 100 граммовый шу который сделали отдельно от илюхи ну то есть типа уже там самостоятельно потом это будет серия из четырех блинов зима ну естественно весна лето осень а вчера было принято решение по какой-то причине до этого мы что-то не понимали вчера было принято решение что весна будет шен лето будет красный и да на свете много есть чудес мы друг городского что они снились вашим мудрецам и осень будет тоже шу вот так класс вот а плюс к этому уже готов и едет еще шу 100 граммовые еще шу еще шу да класс который как бы отдельно от этой вот от этой как это сказать серии что ли да шалом там блин половиной вообще все мои там друзья знакомые там и тому подобное что делать вот так вот то есть да и рад чуть поправлю у меня что-то такой нос такой красный я прям в шоке блин надо было взять штатив хоть было видно что тут у меня на столе там а у меня тут чайничек красивый тут вот Максим котляр мне подарил краба, там, знаешь, там, тот, тот, у меня тут все красота, все там прямо, вот, Вова Шаповал подарил мне нефрит, смотри, какой крутой, а вот Алик Бадуров вот подарил мне на день рождения коня нефритового, то есть вообще. А он пришел на день рождения, а опубликовался его только на день рождения Ильи. Оно пришло только вот позавчера. Ага. В смысле, он подарил... У Ильи подарок у тебя, думаю, нормально. Ну да, ну на самом деле, ты знаешь, мне кажется, есть в этом какая-то такая штука, дарить другим людям подарки на свой собственный день рождения, то есть они же тебя так любят, тебя поздравляют, а ты такой говоришь, блин, ребят, то есть такое. Малыш какой, а дуло видал какое? Так вот, я... Был первый вопрос, который, как бы, типа, наверное, нас красиво ведет, что пьем регулярно каждый день, там, из чего начинается и тому подобное, поэтому я сейчас пью много шу, лично я. Ну, зима и тому подобное, как бы, но при этом почему-то в какой-то период вдруг понял, что вечером я пью какие-то белые чаи, вот такое что-то вот это вот. Габа, вот недавно я там сижу с Аней, и там... А, ну и шены. То есть, в смысле, у Луны что-то вообще выключились, красного что-то тоже я не вижу, у себя на... в этом вот. А все остальное полный... Ну, шу где-то процентов 50, а остальное процентов 50. Вот так вот. То есть, еще там шены 30, остальное. И вчера с Димоном варили... Варили шен, старое чайное дерево с дикими грушами лесными, которые, да, Вова шиповал, передал. Ты еще просто там... Бомба, ракета. Ну, настолько вкуснейший. Белый габы, да, да, да. Настолько вкусно, настолько хрустальная голова, знаешь. То есть, просто вот прям... Он, во-первых, и варится по-другому, а эти груши дают такой, знаешь... Они вот такие вот манюни, просто вот такие. Я видел фотографию, да. Да, да, и очень вкусные вот, короче. Наверное, мы в этом году, наверное, попробуем запустить какой... Ну, уже мы думаем об этом, но попробуем запустить небольшой проект по продаже, по изготовлению, сбору, накопительству и продаже вот этих вот всяких классных штук. Груш? Груш, яблок, чаги, каких-то там всяких вот этих шишек там и прочего всякого такого, хитрого какого-то такого. Прикольно. Ну, просто очень у меня. Обычные груши лесные. Слушай, я понял, что это, ну, как бы, ну, дикие груши лесные, да. То есть, ну, они там какие еще могут быть в лесу? То есть, да. Ну, да. Ну, мне там вот вопрос задали. А ты что пьешь? Я пью... А, вообще, сейчас я пью зиму. Ну, вообще, ну, если так вот по дню, то в основном всегда практически шу. А вечером... Ну, я сделал заначку дорумы. У меня пока еще она не заканчивается. И поэтому я чаще всего пью доруму по вечерам. Вот. Иногда... И что, и что, и что? Дорума включился? Ну, мне очень нравится. Все хорошо. Нет, там просто... Ээээ... С дорумой, знаешь, как с этим вот. Как с последними альбомами Дипеш Мод. Надо просто чуть-чуть громче сделать. Чуть-чуть. А, а, дорума. Тьфу, я с дому. Я про дому говорю, а не про дому. Да, да, да. Я с дому. Ну, вот попил чаю. Я с дому. Потому что с дому как бы... Ну, мне все там нравится. Но те, кто любит такой вот яд, знаешь, прям вот такой вот. Прям такой жиробун, короче. Всем хочется... Всем хочется чуть-чуть крепче. И, соответственно, сразу... Это ты про меня, наверное, сейчас. Вот по сравнению, например, там... Ты не один. Ты не один. Дима, да? Которую вот сейчас пьешь и сразу такой, блин, вот, да, вот. Вкусно, классно, маслянистое. И очень трезво, да, такой прям вот он мощный. А дому он такой, что его можно просто сидеть весь день пить. И наслаждаться. Понимаешь, в чем мы... Да. Ну, как мне, оказывается. Зима – это хороший, качественный, стандартный шу-пуэр. То есть все хотят про шу... Все хотят шу-пуэр вот такой. Все. И я в петле. Все. То есть шу должен быть темный, жирный, насыщенный, крепкий, маслянистый. Он должен вставлять. Ну, да, все мы понимаем о чем, да. То есть вот это вот шу. То есть шу, типа, который там вот это вот, вот это, это нам, это там, знаешь, туда. Это нам неинтересно. И так все, типа, такие... А есть нормальный чай? Знаешь, типа... Поэтому я понимаю. Но при этом всем, в данном случае, с дому история такая. То есть мы специально выбирали сырье, отпевали там с Димоном и все остальное. Ну, тут Дима главный был вообще. Чтобы выбрать чай, который был бы, ну, не настолько явно похож, как бы, понимаешь, на все наши стандартные пуэры. Плюс уровень, в смысле, степень ферментации там не такая высокая, как у шу. Поэтому он, в принципе, ну, и по вкусу в том числе похож на красный. Но это пуэр. То есть он точно такой же насыщенный, густой, жирный. Но нет в нем вот этой вот, знаешь, нефти, смолы вот этой вот страшной. Но при этом у него много вкуса. Ну, то, что мне, собственно говоря, и нравится. Ну, на самом деле, далеко не всегда хочется яда. Знаешь, прямо какого-то такого кошмара. После которого ты такой, короче, все, там, сел на велосипед, уехал, вылечелся. Знаешь, что это такое? Это как бы, когда опять к Диме в гости. Когда опять ты к Диме в гости придешь? Я. Это тебя спрашивают, когда ты в Уэшань поедешь. Написано, когда опять к Диме в гости. Очень хочется контента из УИ. Ну, то есть, когда, да. Когда ты опять к Диме в гости. Я к тебе в гости приеду, когда мы договоримся. Я приеду. Ну, сейчас был локдаун, некогда было ехать. Знаешь, ну, хочется еще что-то в Одессе зацепить, помимо вот этого наших записей. А сейчас, получается, первые выходные такие, которые, ну, в принципе, можно было бы ехать, но они у нас уже запланированы. Ну, по семейным каким-то делам. А вот какие-то, ну, какие-то следующие или ближайшие, то да. Потому что, ну, уже вот хочется. Надо. Надо, надо, обязательно. Ну, смотри, староконный сейчас не работает. Ну, зима, холода, одинокие дома. Но во время карантина, ну, из-за этого, двухнедельной вот этой истории, работал. Ну, там покушать нельзя было. А этот вот. Вы такие, как знаешь? Короче, типа, какой-то возле подъезда. Возле подъезда, знаешь, два пацана встретились, общаются, а рядом еще 33 человека стоят и слушают. Давай поговорим о чае. Давай поговорим о том, как там у тебя дела вообще. Как, потому что эти наши, вот эти все истории работают, староконный не работает. И как там, где можно там покушать, это все понятно. Это мы все с тобой и так разберемся. Не, это просто люди спросили, когда я в очередной раз, поэтому я и говорю, вот, вот, когда только вот. Я думаю о том, что надо нам с тобой сделать, надо нам с тобой сделать, да, прям какую-то регулярную какую-то историю. И вообще была идея, я, это я уже говорю людям, у нас с тобой была идея сесть в какой-то автомобиль и чуть-чуть пару городов хотя бы просто проехать, попить чаю в разных других местах, пообщаться с людьми, поздороваться, потому что такое количество народу я знаю, вижу, короче, и такое количество людей со мной знакомы, и я с ними знаком, и столько разного классного, как бы, Люда вот пьет чай, очень будет здорово, если мы, там, не знаю, приедем куда-нибудь в Херсон или в Запорожье и там посидим, там чайку попьем. Поедем, я думаю, вот в ближайшее время мне хотелось бы как раз вот в Херсон сгонять, потому что это нам с тобой поближе, мы быстрее соберемся, сгоняем. Михалыч нас там ждет, если что, ну, по крайней мере. Да, то есть я бы, вот да, чайный тур. Вот, плюс сейчас я сейчас же вот эту штуку себе взял, которая звук пишет более-менее нормальный, и мы можем уже записывать это не вдвоем, втроем, а так вот, блин, вчетвером сесть в кружок, например, поставить эту штуку, хорошо писать голос, и там сбоку пару камер, что, ну, вот, что какая-то движуха происходит. То есть акцент уже на звуке качественном делать, с картиночками, обсуждение какое-то, чтобы это все было прям великолепно. Я очень хочу уже вот это вот все. Вот. Это правильно все. Слушай, ну, видишь, как бы все классно. Идет какая-то эволюция, то есть, да, все выходит на чуть-чуть другой уровень. И периодически я хочу хотя бы, чтобы раз в месяц вот именно наш вот этот вот проект с тобой, а он выходил. Ну, блин, вот я хотел... Ты тоже людям, как бы, это, ты им скажи, ну, о том, что мы с тобой-то каждый день там чуть ли там, или по пять раз в день созваниваемся, общаемся, что-то там обсуждаем, какие-то планы, чай, как тебе, как мне, как то-се. То есть, я не знаю, людям будет интересно, если мы будем раз в месяц, там, двухчасовые какие-то передачи рассказывать. Леха, привет. Понимаешь? Мне кажется, да. Люди, вам будет интересно? Говорить-то можно много о чем. Мне интересно, но я и так как бы с любым миром общаюсь. Да, у нас снег, да, на Хортицу классно, и да, Днепр классно. Я в Днепре вообще ни разу не буду. Я быстренько отвечаю. Не надо, вот в Днепр очень хочу, и, блин, я хочу и просто в Днепр, как в Днепр, и в Днепр, как по чаю попить на берегу. Ну, короче, там много вот этого вот интересного. Надо ехать обязательно. У меня прям Днепр такой незакрытый пунктик. Я ни разу не был в Днепре, в Харькове, ни разу не был в Сумах, ни разу не был в Чернигове, прикинь, ни разу не был в Луцке. Вообще в жизни. Ну, там, может, поезд проезжал, там, что-то, ну, то есть ни о чем. Вообще. Я в Сумахару же там был, ну, понятное дело. Это вот, то есть, поэтому вообще, конечно, надо купить маленький такой этот фольксвагнен, знаешь, этот хиппи-мобиль вот этот вот, короче, да, там, вот этот, туда дети такие, вот эти вот волосатые, бородатые мужики, знаешь, там, ну, вот эти все дела. Спасибо. И поехать, да, короче, там, знаешь, месяц такой, поколесить там по стране, гитары, вот это все дела, там, значит, Джимми Хендрикс, там, и, короче, этот, и попить чайку, позаписывать передачи. Думаю, было бы вообще классно. Знаешь, я думаю, это был бы прям такой момент. Была у меня когда-то идея сделать такую карту, ну, на, как сказать, на базе сайта. Сделать карту «Чайная страна», как бы, где все украинские там города и тому подобное, как бы, все там разместить для того, чтобы каждый человек при желании мог, как бы, тыкнуть пальцем, ну, в смысле, там, сделать свою точку какую-то, показать, что он там есть, например, да, или разместить какое-то место, где можно попить чаю, что ты вот едешь, например, там, куда-то, чтобы тебе было интересно там встретиться с человеком, ты мог бы с ним там как-то связаться. То есть там, условно говоря, вот в Днепре есть там вот человек, вот его зовут вот так-то, вот он живет так-то. Что там? А там какой-то медицинский вопрос. Ну, медицинский, я не знаю. Ну, негативное влияние на здоровье для тех людей, у кого есть какие-то траблы. Все знают, что пуэрдо покрепче. Не знаю, мне кажется, я на такие вопросы всегда отвечаю так-то, что, блин, можно и макароны пожраться так, что будет очень плохо. То есть во всем должен быть какой-то предел. И каждый человек, выбирая чай, еду, напитки, блин, все в меру своих, своего здоровья, да, способностей, возможностей и состояния. Выпил и понял. Как он будет негативно влиять. Выпил и понял. У меня есть армейский товарищ, я часто привожу этот пример, который при мне три литра воды выпил на спор со мной, понимаешь? Там, поверь мне, там водка так не работает. Водка, его может, вообще, чтобы молотком по голове ударили, знаешь. Там все плохо. Поэтому, конечно, слушай, что занадто-то не здраво, и укажет нас в Украине. Поэтому тут даже не обсуждается. Ну, в смысле, плея. Ну, конечно, суперкрепкий чай всегда дает тонус и тому подобное. Дубль ГИС, я тут отвечаю на вопрос. Тут вопрос нет. Чтобы сделать конкретно только чайную карту, в которой были бы люди, сами себя могли бы отметить. Те, кто пьет чай, или хотел бы там с кем-то попить чай. Или просто, то есть, есть там, условно говоря, едешь ты там в Николаев, и ты не знаешь, есть там люди, есть там магазины, кто эти люди. То есть, ну, ты приезжаешь, смотришь, ага, вот в Николаеве есть там лавка Любомир Бороды, окей. А вот есть еще там Леша Чалонг, вот он тоже там пьет чай. А вот есть, а вот, а вот, а вот, а вот. А вот есть Дима, а вот есть... Ты можешь с этими людьми связаться, и там, если у них есть время, желание и возможность, то ты с удовольствием с ним попьешь чай. Ну, вот такая какая-то штука такая. То есть, по крайней мере, ну, например, меня часто спрашивают, где в Одессе можно попить чай. То есть, люди не видят этой информации, ее нет. То есть, они просто приезжают и говорят, а где можно попить, а где можно еще купить. А вы не знаете, там вот, а вот если мы пойдем там на море или в парк Шевченко, будет ли там кто-то еще, чтобы там где-то с ними попить чаю? А где можно набрать кипятка? Ну, какие-то вот такие вещи абсолютно бытовые, простые. И, ну, я как бы думаю, что это будет так. Так, что, не нужно? Ого, слушай, я так тыкнул. Привет, Вова, привет. У меня почему-то один вопрос вот висит, и больше что-то я ничего не вижу, брат. О, нифига себе, как там... Да, 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 я думал, тыкнул, а там пруд лента целая. Вот. А они что-то не подгружаются? Они что-то не подгружаются. Там я видел вопрос по поводу каллиграфии. Значит, каллиграфия – это отдельный чай Ильи Бадурова. Вопрос был просто такой. Да, можно. У нас за деньги чай попить нельзя, без денег можно попить чай. То есть, если есть время и возможность, мы тут себе пьем чай у нас. Это мы отбивали сырье в 2020 году с Ильей. Выпустили отдельный чай, но идея была такая, чтобы на каждом блине Илья написал каллиграфию. Лично сам, своей собственной рукой. Чтобы этот блин можно было потом развернуть и повесить на стену. Чтобы как вот, ну, как такая традиционная китайская... Традиционный вид китайского искусства – каллиграфия. То есть, чтобы можно было ее потом повесить. И там, соответственно, какие-то там благопожелательные были какие-то иероглифы. Или просто там, ну, там типа дао, любовь, доброта, добродетель, тишина. Ну, какие-то вот эти вот вещи. Да, то есть, как бы какие-то вещи были, ну, в смысле, были, есть. То есть, я сначала там написал кучу там, типа, благородный муж без необходимости нефрита тело не отдаляет. Ну, какие-то вот эти вот, знаете, тратата. Илюха там что-то сделал пару, чтобы потом говорить, слушай, братан, нет. Ну, типа, вот красиво смотрится, когда один, там, максимум два иероглифа. Ну, там, типа, увэй, знаешь. И, соответственно, вот эти вот вещи, вот увэй, белой церкви привет. И, соответственно, как бы вот так вот увэй, вот так вот все, в смысле, так вот иероглифы и сделали. Я, блин, пытаюсь читать, и поэтому путаюсь. Короче, сделали 210 блинов, не так много. Сделали 30 тунов по 7 штук разных иероглифов, которые, соответственно, ну, уже там, уже счастье продано. Там что-то, короче, целая куча уже всего ушло. Счастье продали. В Одессе продали счастье, да. Вот. Ну, так что можно было купить, а теперь нельзя. Что-что? Я говорю, я раньше писал, что счастье можно купить, а теперь нельзя. Ну, как бы, получается так. И, соответственно, как бы получилось так, что это и чай хороший, но при этом у этого чая есть еще вот такая вот особенность. То есть можно отдельно еще себе выбрать блин, и после того, как его выпить, можно его еще развернуть и повесить себе еще на стену. Это действительно каллиграфия рукой Ильи сделана. Все там честно и красиво. Ну, мне это очень нравится, потому что я вообще его каллиграфии у меня на стенках висят. Он когда-то дарил, плюс я потом отдельно просил его что-то написать. И у меня есть там, как вещи там, типа, там, гармония, чай или счастье лично мне. Плюс он там еще писал, там, конь счастья или там, дамо. То есть это прямо вот для меня он там делал, знаешь, отдельно. Ну, короче, такой классный, как бы, как мне кажется, такой, какой-то такой креативно-творческий такой момент, который вот так, знаешь, как-то... То есть мы все время что-то придумываем. То есть не просто чай, а чтобы... Ты же не можешь там строгироваться от того, что ты пьешь счастье или ты пьешь там дао, знаешь. То есть вот плюс это хороший подарок, люди друг другу дарят что-то вот с пожеланием. Как вот дохуя, знаешь, по факту, дохуя продается там 80% именно из-за того, что он так называется. Чай-то там классный, вопросов нет. Все его пьют, все знают его уже давно-недавно, он всем нравится. Но по факту, типа, знаешь, дохуя. Особенно на подарок. У меня такая, что бы подарить. Просто показываешь, бля, нифига себе, да, вот это вот надо. Да, такая вот штука. То есть как бы чай там классный, вопросов нет, но еще есть такой какой-то изюм. Как давно, сколько лет, почему я не так давно нашел вас? Ну это не ко мне вопросы, почему, или, ну я не знаю, почему. Это может быть, ну, короче, я не знаю. Кур-тратата, почему? Лиля, привет. Счастье нет. Счастье есть. Дима, какое-то развитие с вашими картами номерными? Нет, сейчас никакого развития с картами нету. Ну то есть на самом деле все проще. Была тогда тоже идея составить какое-то просто общее поле для того, чтобы люди через какое-то время узнали друг друга. Те, кто чай покупает, у меня, я думаю, и я покупал у Любомира там костюмы и тому подобное, классные, кстати, костюмы. Я знаю отлично, что никто не остается без подарков, бонусов, каких-то там скидок и тому подобное. У меня и у него точно так же. Поэтому вопрос карты был не в смысле, что предъявил карту и получил какой-то там подгон. А вопрос был такой, что, типа, карта это как бы возможность мне какую-то информацию получить для того, чтобы потом составить вот эту карту. То есть, ну, короче, она уже там года три, наверное, или сколько, четыре, она уже, ну, эти карты есть, у меня еще даже целая пачка их, но они как-то что-то не заедут. То есть, во-первых, половина людей их просто потеряла, во-вторых, там, типа, у меня есть карта, я не помню номер, не знаю, и вообще, и, короче, все это скисло. К сожалению. А именно со скидочками у тебя, да? Я же говорю, там не было скидки, была просто карта как бы с номером и все. То есть, типа, ну, знаешь, без каких-то там вообще опознавательных. Я же говорю, у меня, в принципе, наверное, крайне мало людей, которые просто, типа, приходят и что-то просто покупают. Ну, вот это тоже общее поле. Вот Вова Шаповал пишет, я в шапке Любомира в тепле. Я ее, кстати, ношу вот так вот, как петушок, помнишь, такой? Ну, вот этот вот, ну, типа. А ее можно крутить как угодно, она же такая. Бимбо вообще, да, да, да. То есть, да, если у кого-то нет костюма Любомира, да, и шапки, срочно туда. Да, он целый мешок стоит, как петушок, я только притащил, короче, еще не успел разобрать, ну, потому что вот эфир. Ну, я вечером просто забыли, отстучили, закинул домой, не стал дома. Дома вечером вчера в театр ходить с женой, короче, этот мешок, вот я его сейчас перетаранил, эфир закончится, буду смотреть. Ну, в принципе, сейчас вот в Аливе, в чем ты фоткался, вот, есть в Аливе все размеры, как бы, и в черные пока тоже есть все размеры. Не, у меня сразу малые, сразу все там разобрались. Да, я просто олдскульщик. Не, ну я старый просто, на самом деле, блин, чего тут такого, как бы, олдскульщик. Ты мне лстишь вообще, Стас, олдскульщик, просто я древний. Вот, мне 84 года будет через 40 лет. Класс. Поэтому, был вопрос, значит, что мы делаем дальше? У нас, значит, сейчас, это, я про 100 граммовки сказал. Ага, вот, значит, смотри, какой я чайчик пью, видишь, у меня аж слезка уже, знаешь, вот эти вот дела. Знаешь, я раньше, когда пиво пил, то есть пиво, это, кружечку выпиваешь за два глотка, и слезка такая, знаешь, течет. Сейчас я пиво не, ну, и вот, чаек пиваю. Короче, значит, смотри, 100 граммовки выпустили там, в смысле, еду там, понятно. Обложку для вот этих вот четырех, зима, весна, литу и осень, сделала Лена Пархисенко. И они все в одну, как бы, ну, они будут так складываться, ну, если, конечно, доживут они все вместе, чтобы их было четыре, но они, как бы, типа, должны сложиться в одну такую линейку. Очень, очень красивая такая вот история, знаешь, идея была вообще, я придумал, идея была моя, что ты, как бы, типа, держишь, как бы, чашку в руке, вот так. То есть это, типа, ну, типа, чашка, тут падает снег, а ты, мол, как бы, держишь вот такую чашечку, такую в украинском стиле, красивенькую, и пьешь молчаек. Но оно потом все там изменилось и уже превратилось вот в это, вот как будто такой этническо-такой народный, красивый детский рисунок, что-то типа этого, то есть такое. Ну, не знаю, я просто очень горжусь этим рисунком, и чай классный получился. Ну, мы уже говорили. Вот, я про планы. Еще будет, уже, в смысле, готовы едут Шу и Шен с Илюхой. И еще готов, уже делается, насколько я понимаю, Шу запущен, но сейчас, типа, Новый год китайский, об этом разговора нет. Это Шу и Шен, который сделан с Вовой Шаповалом, это Чайные Головы, Тихец с Ильей Бадуровым, с Чайной Пьяницей, и еще с одним секретным ингредиентом. То есть у нас коллаборации из четырех участников, мы выпустим Шен и Шу тоже, да. Это тоже будет начало целой, как бы, такой интересной серии. Но это пока тайна, но где-то, наверное, весной оно, как бы, выстрелит. То есть потом плюс еще... Короче, где-то приблизительно в этом году еще теоретически должны выпустить, наверное, где-то 7-8 больших блинов, то есть 350-граммовых, и где-то, может быть, там 5-6 штук еще соток. Круто. По крайней мере, вот так вот на утром и делаем. Но мы вошли во вкус, это очень круто, классно, мне нравится. Мне тоже. Ну, вообще-то круто, когда именно есть такой чай, и плюс не то, что, знаешь, как часто бывает, ведь какая-то чайная, чайный бренд, они выпустили просто свой, типа, вот наша марка, короче, мы сделали чай, и все. А тут же идет развитие, тут можно целую коллекцию собрать. Тут можно уже вариться именно в этом чае. То есть уже куда-то за берега даже особо не заплывать, потому что тут, в принципе, есть все, и оно еще больше-больше расширяется, и он с души... Более всего, с тобой-то согласен, да-да-да. Мне часто, часто люди, часто люди мне звонят, ну или пишут, да, они сравнивают один чай с другим, пытаются увидеть, что мы там хотели увидеть в этом чае, пытаются увидеть, что Илюха увидел в этом чае, и, ну, типа, как бы передал нам свое видение, свое ощущение чая. То есть такие вещи. Ну, то есть как бы очень интересно, мне очень лестно, что мы делаем то, что другим людям тоже нравится. То есть на самом деле это же, ну, это капец, это мечта. То есть ты делаешь то, что тебя прет по-человечески, очень тебе нравится, и ты кайфуешь от этого, зарабатываешь деньги, кормишь еще людей, понимаешь, ну, короче, и плюс ко всему прочему, это еще кому-то нравится. То есть это прям такое, ну, вот представь, что я там Тунму-Красняк в этом году из Тунму, ну да, обязательно. Ну, прессованного не будет, ну да, конечно. Ну, в смысле, блин, Илюхи всегда как бы из Тунму-Красняк есть, конечно. Я, блин, сбился. Вова, да, секреты не выдаем. Вот, так что это как, ну, это очень приятно и очень лестно о том, что, ну, то есть, ну, блин, представь, что я там, не знаю, выпускаю музыку, знаешь, и у меня есть люди, которые ее слушают. Это круто, очень круто. При этом все... Покупаются деньги. Понимаешь как? Тут вопрос... Я понимаю, что цена на чай, ну, не мала, как бы, то есть 1200 гривен, как бы, это такая штука, знаешь, как бы, такого. Ну, то есть искренне надеюсь о том, что мы будем выпускать чай сильно дороже и сильно дешевле. При этом сильно дешевле без какой-то там какой-то гениальной потери качества, знаешь. То есть нам надо просто выйти на какой-то объем для того, чтобы можно было занизить цену. Ну, то есть тогда, когда я делаю 210 блинов с Ильей или 420, я не могу его сделать там, не знаю, там, ну, 600 гривен, знаешь, или 700, у него там себестоимость там больше, чем 700. Поэтому, как бы, ну, если придумать, как бы, какую-то историю... Ну, короче, понимаешь. Поэтому, интересно, разницы не почувствовал. Ну, слушай, блин, как говорил Егор Лето, все песни мои одинаковые и похожи на гражданскую оборону, как бы. Поэтому, да. Пил, да. Пил ваш чай, и разница не почувствовал. Понимаю я, да. Это, кстати, сейчас вот была проверка, да, на возраст, кстати, да. Вот, теперь расскажи о себе. Как там у тебя изменилось вот за последние, там, не знаю, полгода? То есть мы с тобой когда последний раз записывали эфир? Наверное, раз полгода назад, да? Что поменялось? У тебя там берлога что-то там изменилась? Какие-то у тебя там новые там новинки изменились? Ты начал чай наливать людям, да, уже? Расскажи. Меньше, меньше, чем полгода. Я не помню, когда точно, но меньше, чем полгода. Что у меня изменилось? Обстановка немножечко меняется, внутреннее убранство. Знаешь, все время что-то происходит. Короче, мне нравится все время что-то менять. Это связано, наверное, с тем, что запущен еще проект по людям, да, интервью за чаем. То есть если мы с тобой пишем просто, рассказываем чайные темы, то тут я пью с людьми чай, которые не в чайной теме, но они интересны городу. И мне интересно с ними пить чаек, общаться и записывать. Ну, а так как все это здесь происходит, соответственно, нужно какое-то красивое место, короче, чтобы это было уютно. Поэтому тут все время все трансформируется, ну, как мне кажется, в лучшую сторону. И берлога уже такая становится прям классной берлогой. Да, у тебя у единственного человека в Николаеве в магазине ковер на полу, понимаешь? То есть... Раньше ковер на полу, иногда люди ошибаются в двери, заглядывают и просто не понимают вообще, куда они попали. Ну, представляешь, там ходят люди по кабинетам, открывают один из них, а там сидит чувак просто на ковре в тапочках там, ну, зимой. Да, мы столько раз с тобой говорили на эту тему. Ну, музыка играет, благовония, ну, вот это такое все. Ну, ну, ну. Вот, чай, да, чай приходят люди пить, но это маленькие группки, это очень нечасто, и я очень выборочно к этому отношусь. То есть я, знаешь, такой человек, что я не буду просто заводить сюда людей с улицы и кому-то там наливать чай, особенно вот это по щелчку, ну-ка там, покажи нам свой пуэр, как бы, ну, я таких, ну, просто оставлю на пороге, как бы, ну, такое у меня отношение. А люди, которым реально это интересно, они хотят попить, им интересно, что это такое, я им объясняю, что это не будет называться какой-то церемонии, рубахи с драконами у меня нету, китайская музыка здесь звучать не будет. Вот, тут будет приятная, классная музыка, хорошая атмосфера, я бородатый, который, блин, обычным языком вам все расскажет, покажет, ответит на вопросы, ну, то, что знаю я как. Вот, и, соответственно, люди приходят, там, два-три, до четырех человек, потому что больше четырех уже тут будет, ну, мало места и уже какой-то балаган, мне не хочется. Вот, ну, мне нравится, людям нравится. Как будет дальше, посмотрим. Вот, что еще? Еще вот, ну, как ты видишь, наверное, раньше я, ну, может быть, там, кто-то подписчики знает, не знает, кто смотрит. Занимался же всякими мужской атрибутикой, какой-то косметикой, чем-то еще. Сейчас это все, опять же, со временем отходит, отходит, отходит. Остался вообще маленький такой процент вот этих бородатых прибамбасов, которыми я занимался. И основной весь упор уже пошел на чай и на лимитированный выпуск своих шмоток. Класс, класс. Слушай, ну, вещи у тебя крутого качества. На день рождения мне там дарили мои девочки там целую коробку от твоего всего этого движения там бородатого. И начал сейчас шампунем пользоваться. Вчера, вчера стриг голову и, короче, видишь, постриг бороду, блин. Как всегда. Сейчас такой сижу, знаешь, именно такой, ну, слушай, а что вы в эту зиму кладете? Что происходит вообще? Что меня мажет, как зайца вообще? Что это за история такая? Это вообще разрешено? Это вообще, этот, да. Это вообще легально? Я не знаю. Ты кому говоришь? Бе, кому я не знаю. Ну, я просто это, Господу Богу я говорю вообще. Что это такое? Ну, потому что я сижу, что... Вообще, я просто, знаешь, ну, когда блинчик взял первый, такой, думаю, ну, попробую там что-то, понюхал, короче, там, то есть, оно как обычно, знаешь, чем можно удивиться? Вот это такое, знаешь, и сидишь вот это вот, пробуешь. И просто, ну, я, ну, вот мне очень понравилось. Прямо там со второго пролива уже оно такое, знаешь, ничего себе. Так это же классно. И я следующий день ждал утро специально, чтобы пораньше проснуться и прям вот день с ним запустили. Блин, ну, классно. Слушай, я хочу, просто вот вижу, что там люди пишут. Я тебе серьезно, что-то у меня с глазом, да. История такая, чая безумное количество вообще. Китайского, вьетнамского, берманского, лаосского, какого угодно. Я говорю даже просто про пуэры. Огромнейшее количество. Весь он так или иначе похож на себя и не похож. То есть все это пуэры. Все, вот мы выпустили на настоящий момент 13, да, кстати, мы выпустили 14 больших блинов пуэра. Сейчас вышел Шем. Еще, вот он, Домо. Но его еще нету, как бы, в продаже. То есть это... Спойлер пошел. А? Спойлер пошел, говорит. Ну, такой, да. То есть, как бы, ну, вот есть Шу, вот, а есть Шен. То есть это Шу, вот Домо, а есть вот Шен Домо. Но его еще, как бы, нету, он еще не доехал весь. Его приехало там что-то 4 или 5 туннов. Ты их местами поменяй, они будут друг на друга смотреть. Так, они у меня так и стоят тут на полке. Как раз их Димон так вот и поставил, да, о том, что они, типа, там друг другу что-то рассказывают. Так вот, мы выпустили 14 блинов сейчас, на настоящий момент, из которых там 2 третих Шу. Это все Шу Пуэр. Он весь там и из одного района. Он весь там, и большая часть его сделана там. Но он весь разный совершенно. То есть, условно говоря, весь чай, который отпивал Илья, он покупал у одних и тех же людей. Илья приложил к нему руку. Он нравится мне. Но он все равно весь разный. Хочешь ты, не хочешь. Он дает другие, разные состояния. У него разный аромат, разный вкус, разный цвет. Просто это другой чай. Поэтому, ну, как бы, люди, которые только начинают пить чай, я часто слышу вопрос, а чем этот отличается от этого? А почему он стоит там дешевле, дороже? Мы стараемся сделать линейку одинаковую по цене, но чай при этом действительно разный. И мне тоже нравится, когда люди приходят и говорят, так, вот этот я пил, но этот мне нравится больше. А они стоят одинаково. Или, например, вот в этом я увидел вот это, вот это, а здесь вот этого вот не увидел. То есть, ну, как бы, для меня это озвучная истина. Знаешь, но при этой ситуации, как бы, ну, есть масса народу, которые не то, что, ну, пока не видят этого. То есть пока. И, блин, условно говоря, там, не знаю, там, ну, тигуанини в мире, там, миллион тонн, понимаешь, но он весь разный. Весь чай разный и всегда разный. Мало того, один и тот же блин завтра будет другой, а через полгода будет совсем другой. Мы специально, например, эту каллиграфию, она у меня отлежала где-то месяца три или четыре просто на складе, для того, чтобы просто, чтобы набраться. Поэтому весь чай одинаковый, но весь чай другой. Всегда будет другой. В этом и есть смысл и принцип, мне кажется, чая. То есть он помимо того, что отличается друг от друга, они отличаются, они, чай еще отличается сам от себя. Вот в этом, как бы, весь и смысл. Мало того, а ты еще можешь еще каким-то мистическим образом еще и управлять этими изменениями. Может еще и влажности больше, влажности меньше, солнышко включил, там, знаешь, какие-то такие штуки. Я просто отвечаю, там несколько вопросов, как бы там было на эту тему, и я вот на них... Поэтому так. А Шен, да, выпустили, и, ну, то есть, ну, тоже пара Шу и Шен. Это Дима Доктор занимался, мы его еще не презентовали. Обложка чуть-чуть, чуть-чуть тут не видно ее. Ну, короче, да, рисунок... Она похожа на Шу, только зелененькая. И выражение лица другое. Я так, как-то так его надо повернуть, да. Ну, это такая, старинные эти рисунки домошные такие. То есть, вот он как раз... Ну, Шен мне... Я сейчас только пью, ну, в смысле, там, где-то там заварил, там, раз пять еще. Ну, я понимаю, мы его пили, тоже деревья, но я еще не... Ну, короче, зима его передавила, знаешь. То есть, только вышла зима, они приехали вместе. И зима его, короче, отвергла вообще, сразу отодвинула. Потому что сразу началась, знаешь, как бы так именно... Поэтому чай всегда будет выпускаться, как бы... Ну, всегда будут пуэры, или всегда будет разный чай, но всегда будет разный. И, как бы, сказать, что между ними нет разницы, значит, соврать. Сказать, что это разный чай, ну, это ж пуэр. Ну, я даже не знаю, это как люди, знаешь. Все, у всех две... У всех голова, два глаза, две руки, две ноги. Ну, вот то же самое, наверное. То есть... Там по поводу купажей спрашивают второй раз уже. Чё, чё? А это вот... Вот это я вот этому человеку, судя по всему. А, я понял тоже. Там габы, вот это вот все собираемся... Собираетесь ли вы выпускать что-то? Я думаю, что весной... Вот сейчас как раз Дима доктор занимается. Весной будет прессованная габа. Будет прессованная шем габа. То есть ты... Бау-бу. Слушай, мы... Понимаешь как? В чем весь вообще кайф? В том, что... То, что мне нравится, ну вот и Диме, да, то есть... То мы и пьем, и продаем. Вот и все. То есть я... Ну, я до этого вообще не врубался, что такое габа. И как бы типа сказать... То есть вот этот шен или там зиму, или чайного пьяни, я пью сам. И сам ее и продаю. Вот и все. То есть я не буду выпускать тот чай, который мне не нравится. Или в котором... Или знаешь, там типа... А что у вас там, условно говоря, нет там сенчи или там... Да я не понимаю ничего вообще в этом, просто. Ну, в смысле, я не понимаю, и поэтому я это не продаю. И поэтому я в смысле... Ну, то есть если я сам въеду в это, потрачу какое-то время, и мне это понравится, я попью, мне будет кайфно. Тогда да, тогда окей. Тогда я буду как бы с этим... Ну, мне будет интересно. То есть попили, начали пить габу. Очень прикольно. Да, давайте попробуем. Давайте. Появили габу в продаже. Давай, значит, соответственно, как бы... То есть точно так же и так. А вот можно сделать там старое чайное дерево. Ну, круто как бы. То есть где... Короче, слушай, а название для чая... Миллиард вообще. Прот. У меня листы просто записаны какими-то там, знаешь, питьчайшими приколами какими-то. Да. Да, классное название. Вечер в хату? Да, пора мне задуматься, наверное, уже о чаях. И причем это, да. Да мы с тобой уже длинно длинно уже пора уже было сделать что-то совместное. Не, причем такую хату украинскую, знаешь, сделать такую. Такую именно, знаешь, солнышко садится там. Ну, все вот эти вот дела, да. И чувак в шапочке в полосочку, да, с кружкой металлической. Кто-то в России что-то там делал, какое-то что-то подобное. Там где типа такие арестанты там, мол, сидят с кружками, что-то такое где-то видел. Но на самом деле, знаешь, это как типа как первый уровень, типа вот, как сказать, как типа восприятие вот чайного вот этого вот движения. А, чефир, все, понятно. А что это там? А, ну чефир, ну ясно, типа все. Там еще спрашивают, была ли уже осень. Осени не было, зима это первая в серии. Вот с зимы все начинается. Да, да, да. Ну, блин, по факту, как бы, блин, все с зимы начинается. Солнышко рождается зимой. Вот стартует зимой. Мы просто тупо не успели, ну не пришел чай к Новому году правильному. Поэтому, ну, да. А, и получается, опять же, блин, ну что, сказать да, нет? Говори. Да. Короче, ну вот выпущен новый чай, я же говорю, уже есть, он Шеннышу. Называется «Счастливый бык счастья». То есть был счастливый конь счастья и счастливый бык счастья. Ну вот он едет. То есть дай бог, чтобы все приехало, как бы, типа к Новому году вот мы сделали, но он, ну, вот он уже не попадает в 12-м числа. То есть как бы... Это большие блины. Я должен как-то ответить о том, что, ну, спасибо большое, заедьте, пожалуйста, сегодня на Троицкую. Здорово, да, то есть вот в эфире надо обязательно это сделать. Привет, да, заедьте, супер, класс, буду очень рад вас видеть. Здорово, ура, давайте. Ну, блин. Вот, поэтому, да, то есть два больших блина. Я думаю, что происходит? Что ты мне сыпешь? Или кто это сыпет? Кто? Милиция? Что это такое? Я сейчас все тайны тут все раскрою. То есть я просто к чему, потому что там как раз есть Шевченкинская хата, там все сделано в украинском стиле в таком. Тоже Лена Пархисенко рисовал. Там прям так... Там почти блины. Да. Да никто ничего не обидел, нормально все. Я имею в виду, что да, это два больших блина, но там как раз Шевченкинская хата. Прям все там как надо. Поэтому все именно честь по чести. Все прям как надо. Поэтому хата присутствует у нас, и она всегда с нами. У меня тут просто немножко эфир вылетал, но вроде все продолжилось. Сигнал чуть пропал, но сейчас все на месте. Не, у меня сигналы, нормально все. Так, хорошо. Зачем арестован? Тема была такая, да, сделать чай, типа там казак мама и прочее, но она как бы настолько, ну, ее много очень этой темы. И как бы типа эксплуатировать вот эту вот украинскую казацкую тему мне лично показалось как бы попсовым. То есть, ну типа этого много, и я кто для того, чтобы, то есть, ну, то есть как-то так. Вот мы выпустили первый блин уже украиноязычный, ну и прям как бы вот, да. Я же говорил когда-то, что конь счастья, он был русскоязычный, украиноязычный, был счастливый кень счастья. И Лена делала две обложки. И русскую, ну, в смысле русскоязычную и украиноязычную. Мне просто было так кайфово сделать пару сразу. Но китайцы так решили, что надо делать только русскую. Окей, ну она есть, а украинская. Вот, ну, на украинском языке. Со всеми там этими вот. А сейчас вот эта серия 4-100 граммовочек, она будет, ну, она уже есть, она уже украиноязычная, да. Даже сделали, даже логотип на нем написали «Чайный пьяный тя». То есть даже вот так. Я уже придумал. Даже так. Не про чай, а про борт. Да, это борт. Есть такая барбер-культура, где бренды, которые выпускают продукцию, косметику для барбершопов, они делают вот такие вот борды со своим, ну, типа как мерч, опознавательный знак. И дарят их, или там продают, или там, ну, короче, магазинам, салонам и прочим. Это вот один из, это украинский производитель Сезер Хэнс. Вот. Я хочу, да, этот, раз борт увидели, вот сзади как раз, за твоей спиной как раз каллиграфия Илюхина. Вот, прям вот. То есть я только там... Тебе поднять надо? Нет, ну, я хочу понять, что там человека... Судя по всему, там написано... Да, чай опьяняет человека написано. Вот там, интересно. Ты такой, ты там крутишь... А там просто у этой подставки есть еще колесико, которое светит. Это колесико не очень качественное, оно трещит. Не-не, нормально. Какая разница? Нет, разницы нет никакой. Просто это же как бы, это тоже творчество. Придумывать разные обложки. Это кайф. Чего? Ну, то есть здорово. На самом деле, я искренне желаю, чтобы люди в Украине делали целую кучу своего собственного чая. Куча китайцев предлагает эти услуги. Ну, просто, блин, там, понятно, неизвестно, кто что там делает. Они там тоже халтурщики, как и все. Ну, или, в смысле, могут сделать хорошо, могут сделать плохо. Как-то, ну, надо искать там людей. Ну, в смысле, придумывать и делать свое. Ну, в это же в месте смысл. Просто так, ну... Ну, не знаю, мне очень это нравится. Есть у этого плюсы, есть свои минусы. Ну, вот минус – это цена, а плюсы, ну, блин, огромные. Делать свое, да и кайф. Придумал обложку, там, сделал Пушкина, или сделал Домо, или сделал там с аквариумом. Ну, то есть, вон. Вот он. Вот он. Вот он. То есть, это ж... Это аквариум, знаешь. Вот, вот. Это реально существует. А? Я думаю, что ты там, блин, делаешь? А ты аквариум показываешь? На аквариум, да. Поэтому, ну, да. То есть, я имею в виду, что все, у кого есть какие-то идеи, их можно реализовать, на самом деле. И это не так уж прям гениально сложно. А если идеи какие-то есть интересные, то можно даже их прислать на адрес Москва-Шаболовка-37, передача Будильник. Мы там, соответственно, рассмотрим. Ну, то есть, на самом деле, часто люди что-то пишут, и я вижу, как, ну, класс. Мне даже очень жалко, что это придумал не я. Бывает такое, да. Ну, достаточно часто. Давай опять про тебя. Расскажи мне, как там чайная движуха в Николаеве вообще происходит? Чего-чего? Чего? А там тебе просто что-то пишут про Чабань из моренного дуба. А ее видно, Чабань? Не знаю. Я не вижу. У меня просто там внизу чат, и поэтому... Я тоже чат, да. Ну, это нельзя сказать, что это... А, или, наверное, Чабань. Ну, чайный стол, да. Ну, я пью с нее, да. У меня досок много, но вот это стало дальше. Да. Да, очень ему благодарен. Молодец, классная штука. Чайная движуха? Да. Блин. Ну, движухой что можно называть? Особенно в Николаеве. Я же, ну, такой человек, что я распространяю свою деятельность на всю страну, как бы. Поэтому, ну, онлайн-магазин у меня. Поэтому, как ты знаешь, что прямо вот в Николаеве, в Николаеве есть определенное количество людей, которые заходят в гости попить со мной чай, что-то купить. Но, ну, прикольно. Появилось какое-то количество новых людей в чайной движухе Николаева. Это вот уже хорошо. Здорово, да. А такого, чтобы вот прям движуха, что мы такие собрались с термосами, пошли в парк, там что-то там попили. Нет, такого нет. Ну, нет такой движухи. Все движухи вот, все по домам. Ну, наверное, опять же, карантин и прочее. У тебя большая движуха сейчас? О. Это Чабань. Я извиняюсь. Это вот стол, который сделал Юра Романов. То есть из мореного дуба. Ему подарили кусок мореного дуба, и он сделал мне такой стол. Вырезал. Из дуба, которому 1700 лет. Вот, Леха. Это огромнейшее спасибо, да. Потому что прям очень круто. Чайный рай, нет, не видно, отражается в прическе Чабань. Слушай, история такая, как бы на каком... Ну, то есть мы какое-то время здесь занимались, по сути, популяризацией чая. То есть, во-первых, были... Была открыта чайная. Где там за какие-то деньги достаточно смешные можно было попить чаю. До чайной, во время чайной и после чайной был этот вот, был... Мы проводили такие мероприятия. Чайные пьяницы проводили чайные пятницы. То есть, где можно было в пятницу прийти за какой-то там мелкий прайс, попить несколько видов чая, пообщаться там, подубаситься. И целая куча народу, который сейчас в Одессе пьет чай, так или иначе познакомились с этим через нас, у нас, при каком-то нашем там содействии. То есть, я не вижу никакой в этом заслуги. То есть, если был бы не я, был бы кто-то другой. Но на самом деле, как бы так оно получилось. То есть, я конкретно вот прям хотел и делал, вот как бы, вот мне была задача популяризировать, я очень хотел это. Мы там выходили с самоварами на море, там, ну, короче, вот эти вот всякие штуки. Миллион каких-то мероприятий, каких-то розыгрышей, призов, что-то такое делали. Но это все равно какой-то кастом. Значит, то есть, на уровне вот, там, ну, ты понимаешь, да, то есть, это не, ну, это как-то так. То есть, я там, что-то с кем-то там, что-то там сняли на телефон, подарили кому-то что-то, то есть, какую-то точу. То есть, вот какие-то такие вещи. Но это было, правда, давно. То есть, в году там, 2013-м, 2014-м, когда-то было, 2015-м. Это было интересно. То есть, много усилий или просто времени тратилось на то, чтобы, ну, в хорошем смысле слова, чтобы люди просто узнали о том, что такое чай. Вот. Но никто никому ничего не навязывал. Вот там, например, надо, ну, там, условно говоря, подарили мне там пацаны самовары. Я его там сделал, троллевали, и мы начали выходить на море. И там, я, например, пишу, там еще контакт был. Там, например, там, типа, там-то и там-то ставлю точку, где там мы будем, да, и говорю, там, например, там, с 9 до 12-ти мы будем там-то с самоваром. Ничего, типа, мол, там приносить с собой не надо. Вода есть, дрова есть, печенье есть, чашки есть, чай есть. Ничего не нужно. Приходите. Приходит 25 человек, приносят с собой воду, чай, печенье, чашки. Короче, тарелки фризби, собаки, дети, кальян, там, я не знаю, такой. И там, знаешь, сразу толпа народу. И все, горелки, короче, опа, понеслась. То есть я себе как бы, я просто показываю, что это можно сделать, понимаешь, и все. Ну, то есть я же не, ну, я в домике, понимаешь. Я как бы, то есть у меня, я просто делаю свое дело. Я не могу ни за кого отвечать, там, как бы, да, или там собирать людей, не собирать. Каждый занимается своим. Ну вот. Поэтому и очень прикольно, что как бы люди, насколько я понимаю, начали тоже сами собираться, сами что-то там организовываться. Сейчас вот ребята там в Одессе записывают видосы, там что-то, я говорю конкретно про одесский движ. Там что-то там кто-то на море, а кто-то там за деньги, а кто-то без денег, а кто-то, значит, там, ну, то есть вот это все. Кто-то что-то продает, а кто-то что-то там, значит, дарит, привозит. Ну, то есть такое. Сказать, чтобы какая-то была вообще тусовка, я такого не вижу, да, наверное, у нее нигде нет. А, ну, думаю, что чая стало, конечно, значительно больше. Вот. И поэтому я думаю, что если бы там, знаешь, что там прям я там захотел бы возглавить, там, знаешь, и там типа, а вот все там в 8 часов утра автобус возле ЖД вокзала отвезет вас на классное чайное место, там, все по 100 рублей. Ну, то есть, блин. Знаешь, это было бы, ну, то есть такое. Ну, сейчас я думаю, лето как чуть-чуть разомнется, то есть, наверное, ну, или там, в смысле, вот чуть-чуть потеплее, наверное, поедем потихонечку куда-то там, ну, будем как-то выходить с тем же самоваром, потому что это все-таки прикольно. Вот. Была идея в прошлом году, я уже там даже с Серым Ковалевым мы начали уже даже что-то там думать, поставить огромный камень я хотел, вот размером с комнату, даже нашел камень уже, хотел просто приехать, в смысле, привезти его и его на склоны тыкнуть там, чтобы типа возле него как бы собирались люди просто, чтобы пили чай, чтобы типа было как чайное место такое. Сначала в парке Ишевченко, но потом оказалось, что, короче, в парке Ишевченко нельзя, нам там отказали. Ну, то есть, типа, чайный камень. Мне Бадуров даже специально даже там, короче, написал, как должно быть, чтобы типа чайный камень, чтобы типа, ну, короче, идей, поверь, там вообще, вот. Тебе еще, мол, типа как бы сделать некое такое место, куда бы могли собираться люди пить там чай, в том числе. Ну, без, ну, без чайного пьяницы или там кого, просто чтобы было чайное место такое. Поэтому, вот, ну, то есть, как бы, это я тебе отвечаю на вопрос по поводу чайной движухи и тому подобное. Вот. То есть, как бы, движухи нет, но он и есть. И что-то я вижу людей, которые приходят, вижу их в Инстаграме, как они пьют чай, там где-то что-то покупают, обмениваются, там дарят, чинят чайники. Ну, вот, всякие там такие истории. То есть, да. И, ну, такое. Я вообще думаю, что Одесса – это центр чайного движения в Украине. Это 100%. А как по-другому? Не, это, это побольше как-то, правильно? Какая-то движуха там. Здесь, я не скажу, что здесь никого нет. Леха, видишь, что ты пишешь? Леха, у него там свои кинутые. Леха, кстати, с быстротой молнии вообще раскалывает все тайны, которые заключены в наших пуэрах вообще. Просто проникает в самое вот зерно вообще и говорит, а, я понял, здесь, короче, ферментация в корзине была. Вот так вот. Знаешь, то есть серьезно, прям, ну, видно, у него там какая-то приветер. То есть у него видно, ну, короче, чувствует. Вот это, кстати, это о том, о чем я говорил там полчаса назад. Вот тут уже такое, знаешь, гунфу такое, уже настроено. То есть человек чувствует очень круто. И мне очень приятно, что он видит то, что мы, ну, даже не то, что закладываем, а то, что я вижу в этом. То есть, знаешь, может его и нету, но я-то вижу. И еще кто-то тоже видит, как я. То есть я не один вижу эти галлюцинации, понимаешь? Ну, или смысл. Это очень приятно. Да, он пишет по поводу, что было бы здорово, чтобы организовали. И был вопрос, помнишь, у нас в Фейсбуке такой же, там, на день, на что там, на день чая всемирный, да, собраться. где-то. Слушай, смотри, история такая, любая организация, она, как бы, подразумевает ответственность за то, что ты делаешь. Всегда найдутся, во-первых, люди, которым это не нравится. Как только ты, ну, то есть, всегда найдутся люди, которые, так или иначе, хотят сделать как-то по-другому, как-то что-то видят не так. Ты всегда тоже на что-то рассчитываешь. То есть, ты ждешь, что там, короче, проще всего делать, как бы, себе или для себя. А если уже, как бы, кому-то точно так же нравится, то, милости просим, люди тоже приходят, пьют чай и улыбаются. Понимаешь? То есть, у нас... Знаешь, как сделать просто, типа, вот, будем пить, кому интересно, приходите. Ну, я же говорю, так мы и делали. То есть, такая штука, да, ну, ну, может быть. Посмотрим. Тот, кто занимается, тот, кто занимается Тайдзи Цюань, у того нет времени писать книги про Тайдзи Цюань. Тот, кто пишет книги про Тайдзи Цюань, у того нет времени заниматься, как Бадуров говорит. ты знаешь, ну, то есть, если мы уже, как бы, вкручиваемся в какой-то бизнес, зарабатываем какие-то деньги, что-то придумываем, это, как бы, одно, да, то есть, если мы начинаем просто печать другое. Мы пока пытаемся соблюсти этот баланс. То есть, я занимаюсь, или мы занимаемся, тут еще есть Дима, еще есть несколько человек, то есть мы занимаемся этим, получаем море удовольствия и при этом как бы еще зарабатываем какие-то деньги. То есть если я упрусь в деньги, я потеряю то, если я начну просто пить чай, ну в смысле там организовывать какие-то мероприятия, просто ради фана, ради кайфа, то вполне вероятно, что тут все пропадет. Поэтому я как бы пока пытаюсь сделать так, чтобы все было красиво всем и опять же популяризировать чай. Ну потому что, блин, я хочу, чтобы чай был больше. Сколько людей в чайных... Мое мнение о том, большую народу очень много в Украине пьет чай. Очень много. Просто реально много. То есть, ну в смысле, ну вот, например, сейчас вот мы выпустили Зиму и она прозвучала по-украински. Чай украинский прозвучал, ну в смысле он был презентован по-украински и вдруг возникло еще где-то человек 20-30, которых я никогда не видел, которые никогда у меня не покупали чай, которые вдруг решили его заказать. То есть я понимаю, у них там, ну то есть, вот им больше понравилось, что чай этот украиноязычный, но я имею в виду, что раз, эти люди тоже есть. Я думаю, что если собрать какой-то фестиваль нормальный в Одессе, то я думаю, там, в смысле, какой-то вот, знаешь, типа просто классная какую-то штуку сделать, я думаю, что там можно собрать очень много народу. очень много народу, но туда надо везти сразу Бадурова на этот фестиваль, там, Бронислава Брониславовича, там, ну все вот эти вот дела. То есть всяких вот этих, ну, людей, которые там могут там управлять погодой, ну вот ты понял, там, знаешь, превращать воду в чай, там, ну вот эти вот штуки там. То есть я думаю, что, ну, потому что я вижу, что, ну, у нас много народу, были города, в которых я никогда не видел, что, ну, в смысле, у нас не было заказов из этих городов. Там какие-то, я не помню, там, что-то суммы, что-то мало пили чай когда-то, что-то такое вот, Ужгород. А сейчас я не знаю городов, ну, я не знаю областных центров, в которых у меня нет там десяти клиентов, допустим, ну, от десяти, или там, ну, как клиентов, ну, знакомых, они тоже приезжают в Одессу как-то знакомиться, общаясь. Поэтому думаю, что, ну, знаешь, какой был прикол, короче, есть у меня человек, кстати, он, судя по всему, из Николаева, который поехал в Кропивницкий, в, как этот город еще, раньше назывался? Первоград назывался. Первоград. И, короче, он, значит, там, периодически сюда попадал, заказывал там чаек оттуда, и тут, короче, как бы, значит, короче, получается как, за одну неделю приходят три или четыре человека из Кировограда, либо они пишут, либо они приходят сюда, которые рассказывают, что они одни в Кировограде, больше никто там чай не пьет, понимаешь? Я говорю, блин, ребята, ну, блин, чай объединяет все под небом. И они такие, хоп, короче, и все, прикинь, раз, и такая сразу же образовывается такая микро, микро такая какая-то тусовочка, знаешь, какая-то такая своя. Поэтому по вкусу маленькая зима. Ну, это мы начали с этого зимы, я бы приехал. Если бы Бадурова, я бы пешком пришел. Выезжаю. Блин, ребзя, Бадуров должен был сюда приехать еще в году 2014 вообще, да. Сейчас он сидит, значит, история такая, с прошлого года Китай закрыт. Выехать оттуда Бадуров может, то есть уехать обратно к себе домой. Но при этом заехать обратно, вполне вероятно, что у него не получится. Пока вопрос этот вообще закрыт, и он там находится в Уишане безвылазно. Ну, он ездит там по своим делам в Шанхай, то есть по Китаю. Но, да, но выезжать пока никуда он не может. Могилев единственный. Вот, да, вот, а, вот Могилев, не знаю. Вот, да, Могилев, ну, один человек, кажется, или два максимума. Вот, и поэтому, короче, блин, конечно, идея привести. То есть он не был в Украине вообще ни разу, а в Одессе, в частности, тоже. Я ему уже там из-за чего угодно рассказывал, из-за рыбу, из-за там, ну, вообще, все, что там только можно. Из-за мамалыгу там, из-за вареники. Я ему когда вез, мы когда в Святасе когда ехали, нефритовый зуб не встал, у него серьги нефритовые здоровые. Кстати, может быть, и встал, у него такой белый зуб красивый. Зубы. Мы когда ехали к нему в Уишань, везли вот такие вот куски этих, почеревка, сало, там, знаешь, все остальные дела. Он просто, типа, он сейчас уже нашел какой-то магазин где-то там на севере Китая, который, типа, из России возит там сало, что-то, ну, вот эти вот, короче, дела. Привет. То есть какие-то, какие-то вот, какие-то, ну, что-то там вот это, знаешь, что-то вот, какие-то сально-картошечные какие-то там вот эти штуки, вареничные какие-то вот эти всякие там, да, какие-то капусту соленную, ну, что-то вот это. Потому что периодически там скупая мужская слеза, там, знаешь, скатывается у него, вот. И поэтому я его, в смысле, там завлекал как угодно, и в прошлом году, понятно, он не мог, но в этом году я уже начал ему, типа, там, подкидывать, что-то, блин, что-то, да, такое. Ну, то есть, поэтому, короче, вполне вероятно, что если все там будет красиво, рано или поздно он появится тут, и тогда все-таки мы тут что-то грянем там. Да. Но это тоже такой. Это тоже, знаешь, больше на уровне какого-то такого кайфа, фана. То есть на уровне просто чего-то. Что ты там читаешь? Что-то интересное? Нет. Я смотрел на себя. Вот. Зима держит, ладно. Зима держит. Я в шоке вообще, честно, просто в шоке. В хорошем смысле слова. Я смотрю на время просто. Я думаю, вот сейчас оборвется он или не оборвется. Нет. Он перейдет дальше, но я думаю, ну, сейчас. Слушай, ну, знаешь, как тут история такая. То же самое, как у нас с Илюхой, вот эти радио Уишань. То есть, тогда, когда мы записывались раз в неделю, оно было такое, знаешь, как бы, типа, что-то такое скомканное, чуть-чуть сжатое. А когда мы начали писаться через день, а потом каждый день, то, знаешь, просто уже, алло, привет, тюк, разговор уже полетел. Все уже, всем уже интересно, уже есть какие-то, ну, и нам интересно, и все легко дается. Поэтому, если записывать прямые эфиры более-менее регулярно, я думаю, будет нормально. Но чая мне надо, конечно, меньше ложить, потому что просто там, вот крышка, видишь, ну, не закрывается. Не, я уже это, я сначала, когда первый был, я его положил побольше, чтобы сразу попробовать, а теперь понял, что можно класть поменьше, как бы, и в этом есть свой кайф, он клевый. Слушай, сегодня у меня уже две зимы, блин, за сегодняшнее утро. То есть у меня было утром, я просто сегодня встал вообще там в 4.30, потому что надо же успеть к эфиру подготовиться, чаю попить, в спортзал сходить, блин, ну, вот это вот все. Поэтому это уже второе. Плюс еще же надо тоже есть, как вот ты с утра ешь, я тоже ем. Два раза. Перед тренировкой. Да, я научила кушать утром. Слушай, ну, я до этого никогда... На самом деле, вот то, что сейчас мы с тобой, как бы, болтаем, пьем зиму и тому подобное. Вопрос какой? Это, это один из, одна из граней огромного бриллианта, ну, вот этого чайного. То есть, есть состояние веселости, открытости, такой приятной, легкой болтовни, поднятого настроения и тому подобное. За это люди любят чай, конечно. То есть, при всей, при этой ситуации это же состояние, при этом же количестве чая можно попытаться удержать вот это чайное состояние и направить его вовнутрь. То есть, как бы попытаться, чтобы все процессы, которые были, чтобы они, да, чтобы они все в тебе сохранились, тогда это будет, как бы, ну, совершенно с другим знаком, оно будет направлено в другую сторону. Мне, ну, и так, и так мне нравится, как бы. То есть, я же не могу все время болтать, ржать, короче, и рассказывать про то, что там будет через полгода. Понимаешь? Поэтому есть это... Сколько чая по объему в день выпиваешь ты, например, вот там человек уже третий раз спрашивает. По объему в литрах сколько ты в день чая выпиваешь? Не знаю. Кто как чая, читаю, что ли? Не, ну, слушай, ну, блин, чаще всего утром я завтракаю, то есть, точнее, чаще всего утром после завтрака я пью чай. Там проходит минут 20-30, пока туда... То есть, я себе проснулся утром, если у меня там есть божание натхнения, я там сделал какую-то утреннюю там какую-то там что-то там это, ну, сделал вид, что я что-то делаю, сам себе там рассказал какую-то историю и там все умылся, там принял душ, сел поел и после этого пью чай. Потом прихожу на работу, это, ну, сюда, ну, работа. То есть, а тут где-то приблизительно пол-одиннадцатого, ближе к одиннадцати, например, там Дима уже здесь. Мы, естественно, садимся пить чай. Ну, как без чая, что это за фигня, понимаете? Попили чай, обсудили какие-то планы, космические корабли бороздят просторы Вселенной, короче, и тому подобное. Потом, ну, где-то приблизительно в час, там, в два пьем чай. Это если, это если никто не приходит. Это в смысле, если нет никаких гостей и тому подобное. Ну, и так еще раз за двое, плюс еще там, ну, во время еще работаем раза два, три, и вечером еще дома. Да, и, ну, бывает еще ночью встыть, да, но это уже неконтролируемый чай пить. Ну, и каждый чай по литражу сколько у тебя? Вот одному попить чай? Очень классный вопрос, кстати, между прочим, смотри, мы, когда открыли чайную, был такой момент, была целая куча народу, которые пили максимум четыре пролива, максимум, то есть они пили максимально ядерный такой настоевый, прямо супернефть, то есть они первый пролив опять заливали в чайник, опять заливали в чайник, опять заливали в чайник, чтобы он был, как бы вот, максимум четыре пролива, и все, вот люди выпивают, самый яд, и потом, типа, все, муфторят, причем это не были люди там, ты понял, сидельцы, просто пацаны, как бы, да, но им нравился только максимально крепкий чай, все. Мне лично нравится видеть вот все стадии заваривания, в том числе, мне нравится видеть, как чай выходит, как вот, мне нравится с ним поиграться, когда вот, например, какой-то там пролив, условно говоря, пятый, и я вижу, да, что вот он уже начинает терять, а я ему еще кипяточку туда, а я чуть-чуть дожал, знаешь, а я чуть-чуть помешал, а я чуть-чуть, чтобы вот он, как бы, мне нравится видеть, как он выходит, то есть для меня чай не только крепкий, для меня он весь, и бывает, что я пью такой чай, который там, мои же друзья, из моего же близкого круга, уже не пьют, они говорят, ну типа все, вышел, я говорю, нет, мне еще вот интересно, потому что мне еще есть там аромат, мне там еще есть вкус, и в том числе, мне есть состояние, поэтому тут вопрос, для кого-то я пью много чая, потому что много жидкости, понимаешь, много воды, а для кого-то я пью, ну, то есть, вот, поэтому тут вопрос, не сколько чая, ну, короче, чая пью много, но крепкого чая, получается, не так много, вот так вот, но с любыми новыми, чаями, которых, слава богу, сейчас в последнее время достаточное количество, с ними всегда происходит вот этот передоз. То есть ты по-любому, ты не понимаешь, сначала от жадности бросаешь много, потом опять много, потому что прикольно, потом начинаешь что-то там, знаешь, крутиться, выбираться. Поэтому как бы все эти... Ну, то есть такое. Ну, вот как зимой я, например, до сих пор не понял, сколько надо ложить. Ну да. Ну я вот тоже третий день пока экспериментирую, но там много не попьешь, чтобы попробовать еще раз, потому что, блин, ты и так... Я вот вчера... Вот ты чайничек попил, все, ку-ку, подожди, подстояй. Думаю, блин, вроде попить, там было какое-то время, потом думаю, ну куда пить, если мне пока хорошо. Вечером прихожу, и даже самое интересное, просыпаясь утром, я думаю, ну сейчас пора, и уже есть вот это вот на подсознании тема, как он действует, что я его еще не заварил, а уже прочувствовал. Вот такая штука такая. Вот оно же сейчас... Это чай, который всегда с тобой. Она не пришла. Это чай, который всегда с тобой. Вот это... Вот это как? Понимаешь? Чуть-чуть-чуть оставляй. А мы можем потихоньку, наверное, закругляться тогда. Ну да, я тоже знаю. Потому что и работать надо начинать. Я хочу вот закончить как раз вот этим. То есть, есть чай, которого у тебя никто не может отнять, он всегда внутри у тебя находится. И на самом деле, если ты вдруг сегодня возьмешь и заваришь, возьмешь тебе свой чайник любимый, свой чахай, и заваришь кипяток, просто зальешь в чайник, поверь мне, ты тоже что-то почувствуешь. То есть, это... Я даже не знаю, как это назвать. Понимаешь? Мы несколько раз пробовали эту штуку делать. То есть, это как будто чай, который всегда так и есть. Понимаешь? Как бы и получается, как бы, что типа от того, что ты пьешь чай, его как будто не становится больше. Я не знаю, как это правильно сказать. То есть... Да, есть такая штука, он находится внутри, да. Подумал, и ты начинаешь ловить состояние. Вот это вот такая вот магическая эфирика. Та-дам! Если что, я выпиваю, не знаю, одно чаепитие где-то полтора... Литр-литр двести у меня на чайничек там сто тридцать. А за день три-четыре раза. Ну и в основном шу. Ну сейчас в основном шу, да. Ну вот у меня чайник, вот он литровый. Ну два чайника таких. Ну там 0,9. Ну ты понял в смысле. Да, да, да. Слушай, ну короче, да. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Понимаешь? Поэтому типа как бы, ну то есть чай, даже если, да. Даже если... этот... Даже если его нет рядом, он всегда с тобой. Хочешь ты или не хочешь, как бы... То есть уже такое. Спасибо большое! Да, ну... Да, нас смотрело так нормальное количество человек. Куча вопросов. Все это интересно. И будем делать еще... Часто делать не будем, но интересно делать будем. Если это было интересно, то есть потому что пока это просто как бы такая веселая болтовня, классная такая, какая-то такая дружеская... Что такое зима? Тут пишет человек... Я... Простите, глупый вопрос, что такое зима? Это время... Время года. Когда сняли. Да, да. А, вот, да. Поэтому, если это было интересно, то, конечно, ну то есть можно и звать и гостей, и что угодно. Просто там сидеть, там все болтать, заниматься своими делами. Сегодня я, кстати, даже просил Димона, чтобы он тоже включился в эфир, но там у него не получалось. То есть, в смысле, можно сделать так, чтобы еще кто-то подсоединился, и сделать... Можно даже и так сделать, как бы какую-то такую, знаешь, сообщая какую-то классную штуку. Спасибо тебе большое. Очень благодарен за то, что... Ну, мне тоже интересно общаться, и люди тогда, когда видят тебя, все это по-другому совершенно происходит. То есть это, ну, не наш с тобой разговор. Чего там пишут еще? Класс. Когда с Батуром будут. Чего-чего-чего? Ого, сколько. На самом деле, начали мы уже там потихонечку себе там строить планы по поводу радио Ишань, но это требует, там, ну, определенного... Я даже не знаю, чего оно требует. Короче, уже, ну, может быть, запустится радио Ишань, пока не знаю. То есть мы с ним продолжаем общаться каждый день, но... Будет ли что-то в записи, я не могу сказать. Все? Окей. Всем пока. Сейчас я прошу прощения, я все-таки открою, значит... Давай. Ну, просто надо что-то, да. Скажи мне страницу и стих. Сейчас, секунду. Вот это ты мне задал вопрос. Я же не знаю, сколько там страниц. Сороковая страница. Так, читаем. Я тебя за язык натянул. Превращение в противоположное есть действие дау. Слабость есть свойство дау. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии. Это да. Аминь. Хорошего дня. Спасибо большое. Самого наилучшего. Всем побольше чая и радости и счастья. Вообще. Все только начинается. Ура. Все. Пока. Рад был слышать. Всем пока. Держи. Всем привет. До свидания. А я же выключить-то не могу. Так, ребята. Вот это очень интересно. Сейчас у меня все зависло. Время идет. А прямой эфир я закончить не могу. И что делать? И что делать? Нет кнопки закончить прямой эфир. Я на него нажимаю, а он время показывает. Что ж такое, блин? А если мы закроемся?